Погнали! Тренировка! Бицухи! Забрали багаж. Оторвало колесо. Купали, наверное, за последние сутки в целом 2,5-3 часа. Купить в подъезд, поставить вот такую же штуку. Тележку. Очень пригодится. Идеально. А что мы только вместе не делали? Документов напечатали. Просто у нас целый список здесь. Такая сеть. А мы что? Мы как будто бы на майнере. Просто на майнере. Да, на каком-то титане есть. Не знаю, как оно называется. А что? Выходим из бизнес-класса. Короче, опять приехали без колеса. В общем, мы договорились за 400 тысяч. Короче, такая история. Заказали на Валберис. Все пакеты, которые мы хотим использовать для транспортировки нашей одежды. Чтобы объема была меньше и чтобы максимально мы смогли увезти. Потому что везти мы будем очень много. Эти пакеты сохраняют от влажности, от микробов, от всего, что там. Ну, например, на баре, короче, очень часто вещи присневеют. И мы хотим, чтобы они не присневели. Да, мы хотим их уберечь, потому что одежда у нас особенная. Здесь есть клапа. Отключать оттуда воздух можно с помощью насоса. Либо можно отключать его с помощью пылесоса. Сейчас будем тестить. Получается три набора пакетов с разным форматом. Да. Съемка с воздуха. Короче, вот эти вот нужно герметично закрыть с помощью вот такой кипсы. Мы заказывали эти пакеты на Валберис. Вот сейчас и протестим, насколько они нормальные. Да. Я так понимаю, что кипсы нужно зажимать прям сильно. Плотно. Плотно, да. Прижимать. Чтобы она именно ее. Вот, вроде сейчас есть тот самый эффект. Насос. Обратный насос, который скручивается, по сути, в клапан. Погнали. Тренировка в бицухе. Сжимается. Круто. Мы собираем чемоданы. И это просто полный капец. Сзади меня можно наблюдать. Нам нужно поместить два чемодана. Вот это все. Вот это. Одежда вроде как небольшого размера, но мы слишком много хотим везти на Бали. Получился кирпич. Здравствуйте. Первые приключения. Мы забрали в багаж, а у нас оторвало колесо. Я не знаю, есть... Это все несъемные. Можно типа реально оторвать. Ну вот его и оторвало. Надо было с ним снимать. Что будем делать? Какой у нас план? Трехколесный, блин, багаж. Он самый тяжелый у нас. У нас 32 килограмма. Но, блин, я не знаю. Мне кажется, ситуация так себе вообще. Мы подумали подождать здесь колесо, но это что-то мы его не наблюдаем. Оно где-то в самолете оторвалось, видимо. Кажется, нашел временное решение. Вот оно вот выглядит таким образом. Что, полетим до Дубайска? Так, да, с тележкой? Короче, колесо отжали вообще. Сейчас будем устанавливать. Нет, ну на самом деле колесо просто потерялось. Как бы, в принципе, мы можем снять от чужого чемодана и прикрутить. Так нельзя делать. Надо попросить просто, вдруг у них где-то завалялось. У них, мне кажется, этих колес, знаешь, сколько у нас платят. Ну да, да. Обратились к девушке, которой она подсказала, что можно обратиться вот в эту серую дверь. Там много утерянных таких колесиков. Вот. И мы сейчас подбираем в надежде, что что-нибудь нам подойдет. Тест-драйв. Ну, вроде крутится. Приподними его. Прикол в том, что это самый тяжелый. Отлично. Отлично. Прокачали. Я сейчас возьму еще, наверное, одно такое, чтобы у нас два было одинаковых там. Мы попросим запасное. У кого была подобная ситуация? Мне просто интересно. Все ли снимают колеса со своего чемодана для того, чтобы их уберечь и не потерять? Я первый раз вспомню себе ситуацию. И вам на вооружение лучше их реально снимать. Переключения начинаются. Нам ждать вылета до самого позднего вечера. Мы спали, наверное, за последние сутки в целом два с половиной-три часа. И мы бы хотели, конечно, немножечко поспать. Мы вот с Димой угораем над нами, потому что мы такие люди, которые постоянно ходят с кучей сумок, и вот нам нужно... Это мы подтверждение, это реально. Домой тоже примерно почти с таким же бывает иногда користо. Да, вот реально, вот это так, вообще. Я думаю, короче, купить в подъезд, поставить вот такую же штуку. Тележку. Очень пригодится. Идеально. Я думаю, просто по городу ходить буду гулять. Здравствуйте. Да-да-да. Так суперудобно будет. Мы мечтали побывать на Бали. Да. И летим мы, собственно, туда. И пока у нас есть много времени, пока мы ждем в Домодедово, вот, хотели вам об этом рассказать, чтобы кто первый будет смотреть это видео, был в курсе вообще, кто мы такие. Кто мы такие? Мы Дима и Аня, супружеская пара. Ну, а что мы только вместе не делали? Все, что нужно знать о нас сейчас, мы занимаемся брендом, собственно, одежды. Это из нас бренд. Собственная одежда. Бренд собственной одежды. Давай. Отлично. Давай. По-другому скажем. Все, что нужно знать о нас сейчас, мы занимаемся брендом одежды, собственного производства, резонанс бренд. Вот эти кепочки, кстати, наши новые. Худи, футболка, шорты. Да, вообще, мы во всем нашем всегда ходим. Мы очень хотим, чтобы наш влог, он был полезным, интересным, веселым. Мы просто будем такими, какие мы есть на самом деле. Вот. И надеемся, что у вас мы срезоним. Сразу без высоких ожиданий. Да, да. Сразу без высоких ожиданий мы не будем там кадры с дрона пока снимать. Потому что дрон мы еще не купили, но если все упадет хорошо, то купим, да. Обязательно. Ну и вообще и просто максимально много хотим заливать контента, да, в планах. Такого не сильно прям суперобработанного. Скорее всего, это лайв-канал, да? Да, это будет лайв-влог. Мы будем делиться моментами по бизнесу, о том, как это можно, как можно развивать свой бренд одежды в другой стране, конкретно на Бали. Да, это будет наш самый основной квест, который мы хотим пройти в этом путешествии. И будем делиться с вами этим. Вот. И надеемся, что будет очень интересно. Документов напечатали. Просто у нас целый список здесь всего необходимого. Так. Забирай его орехи. Это так. Я белочка, если что. Люблю очень орехи. Продолжение следует. Так, это какие-то приспособы. Научники, скорее всего. Пледик, вообще забота. Мы просто сказки. Сказки? Я в таком экономии с ней летал. Я просто чувствую, как будто такое ощущение, что мы как будто бы на Майнере просто. Да, на каком-то Титанике. Пойдем. Мы идем на посадку. Сегодня наша пересадка до Кунта на Майнере. Да. Снова через трап. Это очень удобно. Выходим из бизнес-класса утомительно. Мне что-то не нравится. Совсем как-то уже обленились. Вот такой вот здесь бизнес-класс. Как-то, знаете, не очень удобно. Да. Предпочитаем в экономии. Я уже ощущаю этот... Мы немножко не понимаем, что здесь происходит. Почему здесь столько людей? Я так понимаю, все прилетели. Нужно всем как-то зачекиниться, что ли, чтобы мы все прилетели. Отметочку поставить. Мы получили багаж. Короче, опять приехали без колеса. Одно. Что за проклятие, пожалуйста? Мы, конечно, опять забыли их снять. Ну ладно, хер с ним. Короче, то, которое менял, его нет. Одно есть. Подожди, второго тоже еще одного нет. Нет, нет. Смотри, я же взял одно запасное тогда. И вот у нас есть теперь одно колесо, которое вообще не от него. И есть еще одно, которое от него, которое будет четвертым. Блин, ну вот, вот, видишь? Короче. Наша задача купить местную симку и отправиться заселяться в наш отель. И заселиться в него самое главное. Так выглядит аэропорт Бали на выходе. Как только вышли из самолета, я почувствовала вот этот влажный воздух. Это мне очень сильно напомнило Таиланд. Да. И реально, вот почему-то не Зинзибар, не Индия, а именно Таиланд. Ну, Индия напоминает по влажности, но так, нет. Вот как Таиланд, прям такая же влажность. Очень хрестово. Как будто в сауне так немножечко ночили. Приятненько, причем, кстати, не сильно жарко. Но сейчас же зима напали, поэтому очень комфортно. Сейчас пойдем. А мы поменяли деньги, а симку не купили. Мы планируем сейчас... Решили купить ее вне аэропорта, и у нас квест вызвать таксиста. Ну, просто так вызвать и договориться, чтобы он нас довез до Чангу до нашего отеля. Да, ехать примерно час, поэтому я думаю, что мы сейчас договоримся. Вообще говорят, что в районе 300... 300 тысяч рублей должно стоить это все дело. Таксист, да. Да, но скорее всего сейчас будут предлагать дороже. Сейчас посмотрим, как у нас получится стартоваться или нет. Ну, сколько мы в итоге уедем? Как красиво все, просто невероятно. Дмитрий? Дмитрий. Это не я. Мы пойдем договариваться. Мы сняли машину, взяли... Это шарик. Это шарик. Мы идем в Чангу. В общем, мы договорились за 400 тысяч индонезийских рублей доехать до места, где можно купить симку, которая нам нужна, и потом отправимся до нашего апарт-отеля. Вот. Очень долго мы, конечно, торговались, но договорились. Yes, yes, very big weight. Очень тяжелый. Это как раз-таки идет речь про наш чемодан, где лежит одежда-резонанс. Да, где они одинаково тяжелые уже. Ну, да. Первая наша остановка. На покупку сим-карты. Окей. Здесь включено, типа, вот, да? Ну, короче, мы берем все средства, берем минимальный пакет. Да, минимальный пакет берем, и потом подключаем через приложение максимальный. Температура вообще самая, что надо. Эти народу не так много вообще. Ночи. Вообще, в это время, блицы все спят. А мы бодрствуем. Мы все-таки первый раз вообще прилетели в такую страну ночью. Монимоним. Маспорт. Тебя видно? Видно тебя и Басик. Давай. Две пол третьего. Две пол третьего. Прохладная. Прохладная? Ммм. Давай. Ныряй, рыбка. Не сказать, что это было бессонно. Купальный сезон открыли. Тихо. What you gonna do? tихо. Тихо. Продолжение следует...